В наш век, когда буквально обвал информации идет, когда человеку зачастую очень сложно вообще разобраться в этом потоке, когда масса совершенно непредсказуемых ситуаций с ним возникает, стрессовых ситуаций. Не справляются уже ни психологи, ни психиатры. Количество людей сорвавшихся, так сказать, растет. Поэтому нужна программа расширения адаптационных возможностей организма. Такая программа существует. Мы выбрали для нее несколько таких вот продуктов. Основным базовым продуктом, из которых является женьшинь. Чем он интересен? Это действительно универсальный адаптоген, который позволяет человеку в самых разных ситуациях повысить свою сопротивляемость организма к любым болезнетворным воздействиям. Но вот сейчас идет осень. Вот уже начинаются дожди, уже начинаются простуды, уже начинаются новые какие-то волны вирусов. Очень тяжело бороться с тем же самым вирусом гриппа, если он мутирует и появляются все новые и новые формы. Просто пока кто-то приготовит одну вакцинку против какого-то штамма, а он уже другой. И уже эта вакцина не работает. По этому организму проще самому разобраться с этими вирусами, бактериями, микроорганизмами какие-то. Достаточно простой универсальный вариант. Женьшинь, резанный кусочками. Чем он прост? Один кусочек в день в любой форме. Просто съесть, пожевать. Как мы иногда называем это победа на переговорах. То есть энергетический человек сразу выпрыгнет на совсем другой уровень. Вот чем интересен этот продукт? Универсальный боец. И вот, пожалуйста, один кусочек добавил в еду. Причем еда это может быть самая разная. Это может быть суп, это может быть горячие какие-то напитки. Если немножечко пофантазировать, и я даже всем предлагаю это сделать, это можно сделать, вот напомню, еще один из моих любимых китайских рецептов от головной боли. Это карп, запеченный вот с такими кусочками женьшиня. Сколько таких кусочков для карпа? Ну, в зависимости от того, какой карп, от трех до пяти примерно кусочков брюшко желательно положить ему. Не пакетиком. Да, да, да. Отдельный кусочек. Почему мы подбирали такие продукты еще по какому критерию? Не просто, что это должны быть универсальные продукты, но и чтобы они были еще доступны в ценовой категории. То есть это продукты массового потребления. Вот почему на основе этого женьшиня, например, сделано в Днепропетровске кофейный напиток с женьшинем. Цена его настолько смешная, что просто даже не хочется говорить. А все-таки для самых малообеспеченных людей это тоже вариант получения каких-то вот таких вот женщин-язитов. Если я правильно понимаю, концепция выстраивается следующая. Элитный продукт, по большому счету, это во все времена считался царским, элитным, императорским продуктом. Совершенно правильно. В принципе, доступный для любого человека. Наши люди достойны того, чтобы пользоваться, употреблять элитные продукты. Совершенно правильно. Это одна из задач нашей программы, которую мы в меру сил и способностей выполняем. Редактор субтитров А.Семкин